Приветствую всех друзья на канале Airzone Game и не откладывая долгий ящик, предлагаю вам с обзорной экскурсии пробежаться по проекту Nexus Roleplay. Данный проект уже был открыт, в дальнейшем он был закрыт на доработку и вот опять, опять он открылся и ждет своих игроков. Ну а что он из себя представляет, стал он лучше или хуже, это я и предлагаю вам вместе со мной и посмотреть. Ну и как всегда в формате моего канала мы будем обращать внимание на дизайн, текстурки, оформление, менюшки, рабочие занятия, ну и все в этом духе. Давайте заходить на проект. Но перед тем, как мы проникнемся миром Nexus Roleplay, надо отметить, что входное меню сделано тоже очень красиво. Посмотрите, как все плавно движется, все выдержано в своем стиле, они придерживаются вот этого вот комбинации лазурных цветов, темно-синих цветов. В общем-то сделано очень-очень приятно. Ну и давайте заходить в меню персонализации, про которые, к сожалению, сказать ничего хорошего я не смогу. Потому что то ли я не разобрался, то ли я не понял в чем дело, да и видимо большинство игроков тоже не разобрались. Но здесь есть выбор принадлежности половой и принадлежности отца или матери, то есть схожести отца или матери. Ну а дальше, где точная настройка, я не понял. Я нажал вот эту голубую вставочку в правом нижнем углу и оказался на карте. И судя по количеству лысых однотипных персонажей, многие так и делали. Нажимали вот на эту огромную голубую клавишу. На самом деле персонализация есть. Вот она. Она по центру экрана, но ее очень плохо видно. И многие нажимают сразу же вот эту клавишу. Это бы не мешало, конечно, исправить. Вот эту клавишу можно сделать поменьше, а точную персонализацию, которую сейчас показано стрелочкой, надо сделать покрупнее. Многие ее просто не видят. Ну ладно, что ж, выходим в открытый мир. И мир нас встречает не очень добро. Но недобро он нас встречает в формате роли плея. Вы видите, как это выглядит. Таким вот образом выбрана точка появления персонажа. Почему так? А сейчас сама игра нам об этом и расскажет. Любуемся этими красотами и двигаемся к ближайшему NPC. Ну а дальше? А дальше смотрите сами. О, наконец! Мы все ждали, когда очнешься. Хорошая гулянка, видать, была. Это мост Сан-Андреас-Авеню. Мы хоть и бездомные, но жить-то надо как-то. Вот тут и живем, под мостом. Ребята нашли тебя неподалеку отсюда без сознания. Принесли. Так и что с тобой произошло? Ну, значит переезд свершился. Не совсем так, как ты представлял, наверное, но все же. Так что это, добро пожаловать в Штаты. Меня, кстати, Билли зовут. Ну и вот, друзья, таким вот образом игра разъясняет нам, что ваш персонаж отмечал бурно переезд, набухался, его нашли и притащили сюда. Вот таким вот образом он и попал в этот штат и вот под этот мост. Ну, а дальше этот персонаж переходит с объяснений к небольшим квестам. И один из квестов это посмотреть свой паспорт. Посмотреть, есть ли он у тебя на наличие этого паспорта. Ну и заодно еще поковыряться в менюшках. Менюшки, надо сказать, остались старые. То есть они их особо не трогали, не переработали. Ну, да к ним и раньше не было претензий. Как это все выглядит, вы сейчас видите. В общем-то, менюшки, как я и говорил, выполнены вот в таком бирюзово-сине-серых тонах. И, в общем-то, автор придерживается именно вот этой вот цветовой гаммы. Ну, и я считаю, что это достаточно правильное решение. Не надо было их переделывать, они выглядят хорошо. У меня были претензии к другим менюшкам, но их мы посмотрим чуть-чуть позже. Ну, а как выглядит вот меню персонажа, вы сейчас видите. Здесь же и донат, здесь и промокод, здесь и вся информация о вашем персонаже. И уровень, кстати, здесь есть уровни. Не будем скрывать, да, что за основу была взята редага. Но вот редагу они переделали вот таким вот образом. Ну, и также, наверное, надо сказать, что при входе на проект вы можете ввести вот в этом вот меню промокод. Промокод Nexus. И, в общем-то, у вас на 19 дней будет Gold VIP. Что он дает? Да, он дает прибавку к зарплате и, наверное, быстрее будете прокачиваться. Я же не вводил при входе этот промокод именно для того, чтобы показать вам базовые цены и базовую скорость прокачивания. Ну, а под конец я ввел для того, чтобы ускорить время ожидания, но это оказалось бесполезным. На время ожидания это никак не действует. Ну, а ждал я прокручивание колеса Фортуны и подарочного автомобиля. За 5 часов игры вам дарится автомобиль BMW. Ну, это все можно увидеть в правом верхнем углу, когда мы выйдем из этого меню. Паспорт же выглядит вот таким вот образом. Ну, и хочется сказать, что вот не хватает личной подписи. Ну, а так, в общем-то, красиво. Ну, хоть документы есть. Да ладно, это мы так, от доброты душевной. Но если как-нибудь покушать занесешь хоть что-нибудь, мы будем очень рады. Кстати, по карманам мы твоим не лазили, если что. Смотри, тебе надо проехать по этому мосту, под которым мы сейчас стоим. До упора едешь, пока дорога не закончится. И там направо. И почти сразу будет продуктовый магазин. Ну, можно и пешком, но это долго. А если есть лишняя копеечка, то он, за углом стоит парень, в аренду скутера сдаёт. Всего-навсего 100 долларов в час. Даже мы, бомжи, иногда по праздникам катаемся. Ну, и вот на этом вот заканчиваются разъяснительные беседы от представителя низших слоёв населения. Так сказать, смотрящего под мостом. Дальше мы выходим в открытый мир и выполняем небольшие квестовые поручения. Квестовых поручений будет немного. Первым делом касаемся телефона. Надо сказать, что ребятам каким-то образом удалось победить тот самый рыдаговский телефон, который многие не могут победить. И куда бы мы ни зашли, мы везде видим один и тот же стиль. Здесь же, вы можете заметить, они его заменили. Но, правда, не сразу поймёшь, как его открыть. Открывается телефон, вернее, разблокируется движением мышки вверх. Ну, как бы вы сделали в реальности. Вы бы просто провели пальцем, да? То же самое надо сделать здесь мышкой. И телефон разблокирован. Ну, функционал, надо сказать, простенький. Но всё равно, всё равно это выглядит не как рыдага. Выглядит это вот таким вот образом. Здесь же есть и навигатор, и простенький набор каких-то менюшек. Ну, больше всего меня, конечно же, интересует навигатор. Навигатор работает так же, как и на рыдаге. Выбираем рабочее занятие, и туда прокладывается маршрут. Выбираем точку, которая нас интересует, и туда прокладывается маршрут. В общем-то, всё сделано прикольно. Также можно выбрать и меню автомобиля. Но автомобиля пока у меня нету. Поэтому этого коснёмся чуть позже. Ну, а как выглядит телефон, вы сами видите. И разобравшись с телефоном, выдвигаемся к NPC-шке, стоящему неподалёку. Сразу же надо сказать, что эти NPC-шки с арендным транспортом стоят здесь практически во всех ключевых точках. Только в одной точке я не нашёл аренды. А арендой вам придётся попользоваться, ну, достаточно много. Потому что никаких мегаподъёмных на этом проекте вам не даётся. Первые деньги придётся зарабатывать. Зарабатывайте квестами, прохождениями их, ну, их я уже говорил немного, да. И начальными рабочими занятиями, которых мы тоже коснёмся. Естественно, пройдёмся по всем, которые нас интересуют. Так как это всё-таки переработка рыдаги, то основные, такие как инкассатор, автобусный водитель, дальнобойщик, мы трогать не будем. Мы посмотрим те, которые ввели авторы данного проекта. То есть новые, новые рабочие занятия. Ну и потихоньку выезжаем. Как выполнено меню аренды, вы, наверное, заметили. Всё выдержано в едином стиле. Вообще весь проект выдержан в едином стиле. Надо отдать должное автору, что он постарался. Действительно, всё выглядит симпатично. Куда бы вы ни зашли, что бы вы ни посмотрели, всё будет выглядеть одинаково. Это здорово. Это действительно здорово. Это приводит весь проект под какое-то единое целое. Ну и вот, выезжаем. Единственное, что хотелось бы сразу сказать, что почему трещотка? Ну почему трещотка? Как же они надоели. Эта мопедка действительно уже приелась. Да ещё к тому же он ни хрена не ездит. Бывают такие ситуации, когда, например, я ехал с лесопилки, а он даже в гору подняться не может. Это вызывает просто какой-то фейспалм. Ну ладно. Выезжаем на первое наше задание. И если вы помните, нам надо привезти, отблагодарить этого смотрящего под мостом какой-нибудь едой. Абсолютно любой едой, какая есть в магазине. Выдвигаемся. Ну а возле магазина нас встречает ещё один персонаж, который даёт нам небольшую подсказку о том, что нужно для телефона купить симку. Заходим в магазин, приобретаем продукты для себя, для того смотрящего под мостом, закупаемся здесь же симкой, ну и отправляемся в обратный путь, не забыв дать этому человеку отправить смс-ку. Ну всё, нас ждёт человек под мостом. На этом наше приключение по квестам закончится. Ну и я предупреждал, что линейка квестов достаточно короткая, поэтому мы выходим на финишную прямую. О, привет! Рад тебя видеть. Ой, спасибо тебе. Так и что, ты знаешь уже, что тут делать будешь? Ну, тут просто так никуда не устроишься. Можешь попробовать сгонять на стройку на Халли-Авеню. Платят немного, но на хлеб точно заработаешь. Ну и мы, не откладывая в долгий ящик, отправляемся на первое наше рабочее задание, на это Халли-Авеню, и работа будет строителем. Естественно, строителем. Посмотрим, как же оно выполнено. Что надо? О, нам лишние руки не помешают никогда. Да нет, переодевайся и приступай. У нас можно работать без официального трудоустройства. Выплата по факту. Наличными. Вот, держи форму. И в любой другой день просто подходи ко мне, я тебе буду давать все указания. Работать. Давай, поднимайся наверх, там разберешься. Ну, а пока мы идем наверх разбираться, хочется сказать, что, по-моему, озвучивал всех персонажей один и тот же человек. Но это, как говорится, не точно. Ну, переходим к нашему рабочему занятию, которое называется строитель. Ну, и вот тут все неоднозначно. Как вы видите, это такая флеш-игрушка, флеш-наложение, к которому я отношусь, ну, я бы сказал, двояко. Я не имею ничего против подобного решения, но мне кажется, что это не самое лучшее решение. Я уже неоднократно показывал несколько проектов, которые состояли сплошь из таких вот мини-игрушек. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого. Есть даже любители подобного вот развлечения, да. Но вот я всегда говорю, что я к этому отношусь достаточно прохладно. Мне не нравятся вот такие вот флеш-игрушки. Но многим это заходит, многим это нравится. И надо сказать, что этому есть объяснение. Чтобы сделать какой-то хороший, красивый скрипт, создать его, да, с нуля написать, это требует внимания, умения, вложения, сил, ну и тому подобное. Много чего нужно, чтобы написать хороший, красивый скрипт. Подобное же решение, вот флеш-наложение, вот эта вот флеш-игрушка поверхностная. Это, в общем-то, то же самое, что создать какое-то меню. Принцип работы тот же самый. Поэтому, конечно же, это сделать проще. Но за неимением ничего другого, в принципе, это имеет место для существования. В принципе, это можно использовать как вот развлечение для игрока. Хотя я, как уже и сказал, не сторонник. Ну а как это выглядит, вы видите. В общем-то, вам нужно укладывать некие кирпичи. Это такой мини-тетрис, я бы так сказал, да. Из минусов скажу, что для того, чтобы пользоваться вот этими вот кирпичиками, вам нужно будет все время отвлекаться от мышки. То есть управление кирпичом вправо-влево происходит стрелочками. И всегда надо перекладывать руку с мышки на стрелочке. И обратно. На стрелочке и обратно. Не самое, как я сказал, хорошее решение. Ну и не очень удачное управление. Ну и мне кажется, что это можно было бы исправить, если бы не заставляли игрока переходить с одной точки на другую. Да, точки разбросаны на небольшом расстоянии. И менять этажность вам тоже не надо. Точка от точки находится там буквально в метрах в пяти. Иногда в десяти там. Бегать много не приходится. Но из-за того, что вам все время нужно перекидывать руку со стрелочек на мышку. А, например, в моем случае у меня расставлены клавиатуры и коврик с мышкой на большом расстоянии. Мне это вообще не понравилось. Потому что носить надо руку, ну, примерно сантиметра сорок туда, сантиметра сорок обратно. Раскит руки очень быстро надоедает это все дело. Так как для перемещения мне нужна мышь. А для того, чтобы использовать эти кирпичики, нужна стрелочка. Все время надо махать руками. И на самом деле я, наверное, работаю больше, чем каменчик на стройке. Потому что я руками вожу больше, чем строитель. Ну, такое себе, как я и сказал, решение. Ну, а в общем-то, все остальное вы видите. Наверное, подобное занятие все-таки на любителя. Ну, а посему давайте прощаться с этим рабочим занятием и переходить дальше. Ну что, на сегодня справился? Без вопросов. Тебе, кстати, это, права случаем не нужны? Ну, водительские права. Если собираешься ездить без прав, не советую. Штрафы бешеные. Да и на работу, связанную с транспортом, тебя не примут. Такси там, грузоперевозки. Или в полицию, например. Везде права нужны, в общем. Я к чему это говорю? Если вдруг нужна будет помощь, там около автошколы мой товарищ ходит. Майк зовут. Пухлый такой, в коричневой кожанке. Не прогадаешь. Он любой вопрос по автошколе решает. Не бесплатно, конечно. Но если скажешь, что от меня, он тебе там скидочку сделает. Естественно, отправляемся в сторону автошколы. Но вот только этот NPC-шка сказал про некого Майка, который пухлый и стоит там в кожаной куртке. Я оббегал там все. Либо разработчики забыли его туда добавить, либо его куда-то замаскировали так, что я его найти так и не смог. Но это на самом деле не беда. Этого пухлого Майка в кожанке я не нашел. Но тут ничего сложного нет. Теоретической части на данном проекте нет. Есть только вождение. И то есть вождение только легкового транспорта. Мотоцикл и грузовик просто покупаются. На самом деле я бы упразднил и вот эту бесполезную езду на автомобиле. Ни к чему она не ведет. Просто катаешься. Среднего размера, наверное, пробег на этом автомобиле. Не самый длинный, не самый короткий. Просто катаешься по триггерам, по маркерам и возвращаешься. Вот и все. Нужно ли это? Да, не знаю. Наверное, нет. Мотоцикл покупается. Грузовик покупается. Но почему бы тогда не сделать, чтобы и легковушка тоже покупалась. Зачем тратить время игрока? Который здесь тратится и так, очень в большом размере. Ну ладно. Мы получили права. Какие-то купили. Какие-то откатали. Но теперь они у нас есть. И теперь уже с водительским удостоверением мы переходим на следующее рабочее занятие, которое, в общем-то, прав не требует. Это обычный электрик, принадлежащий этой самой сборке Red Edge. Но здесь есть небольшое изменение. Данное изменение я показывал и на первой версии этого проекта. Здесь то же самое. Наложение, флешка, вот эта вот флеш-игрушечка. Такая вот развлекушка. Есть две кривые, которые надо совместить. Вот и все. Может быть кажется просто, но на самом деле не просто. И можно заметить, что народу здесь нет. Видимо люди пробуют, играются, им не нравится. Мне тоже не понравилось. Я не сторонник флеш-игрушек этих вот, каких-то, не знаю, детских, развлекательных. Но и вот это вот рабочее занятие, я про него говорил и в первый раз. Оно мне не понравилось, не нравится оно мне и сейчас. Оно сложное. Оно сложное и неинтересное. Ну оно есть. Есть какое есть. Переходим дальше. На следующее рабочее занятие, которое называется мусорщик. Ну или сортировщик мусора. Как-то вот так, наверное, это можно назвать. Принцип работы следующий. Есть вот такая вот локация, которая, в общем-то, всячески подходит и по смыслу, и по дизайну, и по антуражности. Все здесь подходит. Бегаем по этой площадке и собираем мешки. И, надо сказать, первый косячок, это сама система подбирания мешка. Дело в том, что пока я бегу от точки, где я взял мешок, до точки вот этой рециркуляции мусора, мне на пути попадается ворота. И когда я взаимодействую с этими воротами, анимация ломается. Ну и поэтому мы вот с приятелем здесь бегали, как два мешка с ногами. После того, как мы взаимодействуем с воротами, анимация ломается, и мешок ввязывается вокруг меня. И я бегаю такой, как мешок с ножками. Ну это как бы на саму работу никаким образом не влияет, просто влияет на визуальную составляющую. То есть смотрится по-дурацки. После того, как багается анимация, по крайней мере я вижу второго человека, который со мной здесь бегал, что он бегает и туда с мешком на поясе, и обратно с мешком на поясе. И так постоянно, как мешок с ножками и бегал туда-сюда. Ну а следующее выглядит это вот таким вот образом, которым вы сейчас видите. Ну и эта работа мне тоже не понравилась. Мало того, что это то же самое флешное наложение, мини-игрушка вот эта вот детская для умственно-отсталых, видимо, развивающаяся. Не знаю, мне не нравятся эти игры, ну вот, ну не нравятся они мне. Здесь же еще и нужно запоминать, в каком углу какие материалы надо складывать. Причем надо держать в голове, просто так не получится. У меня, например, была загвоздка с какой-то вот козявкой. Вы можете заметить, иногда попадается белая какая-то козявка. Оказывается, это бумага. Не сразу поймешь. Пока ты натыркаешь в разные углы, чтобы понять, что это такое, пройдет какое-то время. Время, кстати, очень-очень урезано. Надо очень быстро раскидывать это все дело. То есть надо быть внимательным, надо помнить, держать в голове, где у тебя находится, в каком углу, какой материал. И быстренько соображать и бросать. Как бы это немножко напрягает. А я хочу получать от игры удовольствие, а не напрягаться. Поэтому мне она тоже особо не понравилась. Из плюсов здесь не надо переносить руку на клавиатуру. Здесь все управляется мышкой. Это удобно. Но неудобно, потому что как сделано это. Не знаю, это надо попробовать. Понимаете, вот я не сторонник этих флеш-игрушек. Как когда-то была игрушка там волк и яйца. Вот такая же хрень, по-моему. Мне не нравится. Поэтому, ну, наверное, у меня такое предвзятое отношение к этим вот флеш-наложениям. Ну, мне не нравится. А вот это вот занятие, оно вдвойне мне не понравилось, потому что слишком много от меня требуется. А я не хочу это делать. Ну, мне лень. Я пришел получать удовольствие, а мне приходится запоминать какие-то позиции, где они находятся. Быстренько соображать, что передо мной нарисовано. Пластик это органика, бумага или еще что-то. Ну, мне лень. Мне действительно просто лень. Ну, и тоже по народу можно определить, что здесь тоже не особо кому-то, видимо, заходит. Вообще, пообщаясь с людьми, я понял, что, ну, многим не нравится это. Вот, по крайней мере, с теми, с кем я поговорил, пока стоял здесь возле мэрии, многим это не понравилось. Ну, во-первых, это действительно напрягает человека, напрягает игрока, не доставляет никакого удовольствия. Но все равно напряжение какое-то есть. Вы все время должны что-то держать в голове, на что-то отвлекаться, расслабиться не получится. Поэтому, ну, вот такая вот игрушка, такое вот рабочее занятие, с которого я очень-очень быстро свалил. Ну, это да. Копейки зарабатывать, надо время убивать. Ну, нахуй нам не надо, да? Да, абсолютно точно. К сожалению, разработчики не ценят и не умеют ценить время игрока. Поэтому получается так, что приходим чем-то позаниматься и занимаемся сплошным задротством. За абсолютно большое время мы получаем абсолютно маленький профит. Так уж, к сожалению, разрабатываются проекты. Никто не хочет заморачиваться по балансу. Ну, ладно, мы переходим на следующее рабочее занятие, которое, как вы можете заметить, лесоруб. Ну, естественно, что выбрана вот эта вот локация, ее всегда выбирают. Редкий проект отказывается от профессии лесоруб и уходит на другую локацию. Обычно это все происходит здесь. Но, если говорить про вот это вот задание, то тут я считаю, что вообще авторы поступили достаточно неправильно. Наверное, скажем так. Так, был скрипт, скрипт лесоруба, который состоял из следующего. Мы подбегаем на автоматический триггер, который срабатывает и включается анимация. Потом у нас появляется бревно, ну, в данном случае кол, и мы идем на точку сдачи. И было бы, в принципе, все. Но здесь взяли и зачем-то навалили вот это вот опять флеш-наложение, которое, в принципе, точно такое же, как и на работе строителя. Вы управляете клавишами на клавиатуре, стрелочками на клавиатуре вправо-влево. От интенсивности вашего жмыхания зависит, как быстро вы распилите это бревно. После чего вы получаете зарплату. Иногда этот скрипт багается, так как раньше в нем вы зарплату получали после того, как вы сдаете это бревно. Поэтому табличка иногда загорается не вовремя. Но это, я думаю, в дальнейшем исправит. Ну, а в целом, вот такое вот рабочее занятие. Еще расскажу, что зря наложили сюда вот это вот флеш-наложение, флеш-игрушку. Зачем? Непонятно. И так, в принципе, был достойный скрипт. Отрубил дерево, понес, сдал его, все, получил денежку. Но еще надо будет позаниматься вот этой вот мастурбой. Здесь опять тот же самый минус управления стрелочками. Опять переходим с мышки на клаву, с клавы на мышки, с мышки на клаву, с клавы на мышки. Ну, и вот это вот 300 весь день. В общем-то, смотрите сами. Если нравится, пожалуйста, welcome, как говорится, работайте лесорубом. Ну, я же перехожу дальше. Ну, перехожу дальше, это громко сказано. Дальше показывать мне нечего. Все рабочие занятия, которые были добавлены авторами этого проекта, я показал. Остались только стандартные, принадлежащие сборке RedEdge. Ну, а чего их показывать? Водитель автобуса, водитель экспедитор, ну, дальнобойщик, наверное, так, да? Инкассатор. Да и все, в общем-то, больше показывать нечего. Поэтому я бродил в ожидании того времени, когда мне упадет подарочная BMW. Она падает после пяти часов присутствия на проекте. Дождался прокручивания колеса фортуны. Ну, и, в общем-то, вот то, что вы видите, то я ходил и рассматривал. Больше мне показать было нечего. Стоял на площади, общался с народом. К тому же у меня случился какой-то баг со звуком, поэтому звук, видите, пропал у меня. Ну, и все, я дождался полученного BMW, что на самом деле радует. Действительно, приятный подарок за присутствие пяти часов. Здорово, машинка хорошая, бодрая, хорошо отстреливает. В общем-то, приятный, приятный подарок, действительно. Ну, а больше показать действительно нечего. Вот такой вот проектик. Стал ли он лучше? Да, он стал лучше после своей первой версии. Действительно лучше. По крайней мере, визуально он стал лучше. Есть какие-то рабочие занятия, уж относитесь к этому как хотите. Я, например, не люблю флеш-наложения, но, скорее всего, что есть люди, которым это нравится. Такой вот проектик, в общем, больше мне, наверное, сказать нечего. Он открыт. Вот, заходите, играйте, получайте удовольствие, отыгрывайте РП. Многие здесь, кстати, играют РП, многих, правда, хулиганят. Ну, проект как проект. Заходите, играйте. Ну, а у меня на этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok